Я Винсент Килпастор, я выкинул паспорт. Итак, 2017 год. Президент США Дональд Трамп работает машиной депортации, под которую я попадаю без всякого сомнения. В иммиграционной тюрьме я пишу первую редакцию книги ИСА, которая впоследствии станет книгой корешей. Книга корешей состоит из двух частей уголовной тюрьмы. Книга жук и иммиграционной тюрьмы книга ИСА. Моя родня и близкие выкупают меня под залог в 5000 долларов, но депортационный суд продолжается. Чем он кончится, я не знаю. Я выношу с собой из тюрьмы полосатые штаны тюремные, футболку тюремную с печатью и рукопись. Я знаю, что мне не успеть сделать вторую редакцию, потому что, скорее всего, меня депортируют в ближайшие дни. Я тогда не имею представления о том, как медленно работает машина депортации. Суд длился 4 года у меня. Можете себе представить, 4 года под судом. Вы видели людей, которые пережили суд, как они начинают относиться потом к государству, в котором их судили? Особенно, если они выигрывают этот суд. Так или иначе, ничего этого я тогда не знаю. Я жду депортации в любой момент, заседание суда каждые 2-3 недели. И я решаю начитать этот текст на YouTube, потому что вообще не знаю, какая у меня будет дальнейшая судьба, и какая будет дальнейшая судьба у текста. А сохранить его хотелось. Тогда он мне казался хорошим. Вот. И я никакого опыта на YouTube не имею. У меня тогда была одна камера GoPro, первой модели, которую моя мама подарила сыну. А те, кто знаком с первой моделью GoPro, самый первый, самый дешевый, она ужасно глючная. Но этого мало. Я совершенно тупой и криворукий в тот момент. Не понимаю, почему так плохо на ней работает микрофон. А она находится в водонепроницаемом корпусе, который снимается. Вот. Я позже гораздо, находясь на YouTube уже, наверное, месяцев, полгода, 3-4, потом я только разобрался, как этот корпус снимать. Вот. А вторая камера у меня была от Роберта. Роберт увлекался стимуляторами и работал в фирме, которая покупала битую, топливную, поломанную электронику и ее ремонтировала. У Роберта были золотые руки. И он спер несколько камер, чтобы я выставил их на eBay. У меня был на eBay аккаунт. Вот. И одна из этих камер осталась у меня. Ее не купили. Это была камера Canon. Видимо, она простой Canon мыльница. Ну, хорошая мыльница. Видимо, она попала в воду, потому что иногда что-то в ней глючило, и она высаживала батарейку моментально. А я мог в это время читать и не видеть. То есть мне постоянно приходилось подбегать к этой камере, смотреть, записывает она или нет. То есть камера в том проекте была непосредственным участником съемок. Кроме того, у меня не было микрофона. Да я вообще понятия не имел о том, как обрабатывать видео, как накладывать аудио, как подсоединять микрофон. Сейчас я, конечно, после почти пяти лет на YouTube немножко лучше в этом разбираюсь. Однако, тогда я вообще малейшего представителя... Но у меня был энтузиазм. Я понял, что мешает ветер, потому что я использовал микрофон на камере. И я постоянно искал какие-то места, где мне нужно было спрятаться. Но я с этим дешевой треногой, совершенно дешевой, самой дешевой, за 10 долларов купленной, этой глючной камерой я очень стеснялся людей. Я не знал, где спрятаться, чтобы записать видео. Не сразу приходит это блогерство, когда ты можешь в толпе там снимать и разговаривать со своим телефоном. В первое время очень стесняешься этого. И я прятался в заброшенных зданиях. Один раз меня там чуть не пырнул ножом. Человек, которого я напугал, он еще больше, чем я испугался. Зато я изучил очень много заброшек в моем городе, часть из которых уже снесена, поэтому в этом отношении запись историческая. Я хочу принести извинения за неловкость и криворукость. Привет. Я Винсент Киллпастер. Больше 14 лет назад я по ошибке попал в Америку по 90-дневной визе. Случилось жизни, я застрял здесь. Обзавелся домом, детьми, семьей. Пережил полтора срока Джорджа Буша, два срока Обамы. А вот на Трампе срезался в первый же год. Вот уже два раза сидел и сейчас жду суда, который будет решать вопрос, депортировать меня к чертовой матери отсюда или нет. Суд будет 31 октября, поэтому прикол этой книги, которую я вам начитываю, в том, что никто, кроме иммиграционного судьи и бога, не знает, чем все кончится. Спасибо, что проявляете... Я Винсент Киллпастер. Я рассказываю вам книгу «Кореши», ее вторую часть, книгу ИСА, о том, как я попал в иммигрейшн и сейчас нахожусь под судом, который, наверное, окончательно состоится 31 октября и будет решено, депортировать меня отсюда или нет. Я все еще в поиске формата, который должен взорвать интернет, а может и не должен. Первая глава книги ИСА рассказывает о том, как я пошел отмечаться, получив приговор на 6 месяцев обмен надзора, и там меня хлопнули айсовцы, то есть федералы. Благослови вас всех, Господь. Аминь. Тюрьмочка и вправду оказалась небольшой, очень современной и частной. Владельцам бизнеса удалось отцепить федеральный контракт на аренду двух бараков, мужского и женского, для быстро растущих потребностей программы Айс. Само словечко Айс довольно новое в обиходе средних чистокровных американцев, поэтому многие под впечатлением от еженочной промывки мозга выпусками новостей величают нас Айсис. Это по ихнему ИГИЛ. На момент трамповой команды ФАС в США приблизительно находилось 14 миллионов нелегалов. Необходимо было депортировать большую часть в ударные сроки. Контингент иммигрантский, ненаровест и послушен, забирать всех по списку и без пыли особого труда составить не должно было. А уж рапортовать о таких объемах сам Бог велел. Жизнь настоящих американцев становилась безопаснее и комфортнее с каждым часом повальных арестов. По статусу мы и правда чем-то похожи на игиловцев. Для заключенных в США есть два термина. Inmate – зык из тюрьмы. Prisoner – зык из лагеря. А вот нам дали третий статус – detainee – задержанный. Такой же, как у имамов с Гвантанамо, которые 17-й год уже загорают в Кэмп Экс Рей без суда и следствия. Только вот задержали нас не на 72 часа, а возможно на несколько лет. Сроки тут не определяют, и что самое поганое, отсиженное время не идет в учет, и на решение суда никак не влияет. Что делать, друзья? Ведь этого требует общественная необходимость. Нас загнали в отстойник, и началась стандартная процедура вписки. Первым к великому ужасу ментов пошел ИСА. Его нужно было сфоткать, катнуть пальцем и прогнать через анкету. Фоткают и снимают отпечатки сейчас скоро. Все цифровое. Суть анкеты – определить, голубой ли вы, стукач ли, просто прибабахнутый или настоящий диабетик. На этой анкете ИСА вымотал ментам всю душу. После почти 40-минутной пытки ему выдали полосатый костюмчик оранжевого цвета, типа тех, что в советское время выдавали приговоренным к вышаку. На смуглую руку ИСА надели малиновый браслетик с баркодом и, наконец, угнали в барак. Я был следующим номером программы. «Вы в очках?» – вежливо спросил помощник шерифа РИС. «Хот пару слов по-английски понимаете?» «Пару слов понимаю». РИС радостно пожал мне ладонь двумя ручищами. Интервью пошло на ура. На сегодняшний день я не голубой, не стукач и не диабетик. Возможно, прибабахнутый. Но знать РИСА об этом пока не обязательно. Помощник шерифа принялся описывать мои пожитки. Нашел сержантскую кокарту и значок ЦРУ в бумажнике. «Откуда?» «Несокрушимая свобода. Афган. 2001-2002». «Ну ты, ну ты!» Судя по возрасту, РИС еще ходил в школу, когда я за вашу и нашу свободу уже гонял по степям талибан. Ну, спасибо за службу тогда, что ли. Похоже, РИС теперь не был уверен, как со мной общаться дальше. «Так ты армейский? Ветеран?» «Не совсем. Переводчик при базе ВВС». «О, извини, по инструкции должен спросить. Ты армейскую спецподготовку проходил? Если ты имеешь в виду, могу ли я проходить сквозь стены и убивать козлов одним взглядом, то нет, не могу». РИС заржал. «Какого цвета у тебя трусы? А что, мы переходим на новый уровень интимных отношений?» Снова заржал. Смеющимся ментом всегда легче манипулировать. Думаю, еще минут десять трепа, и я доведу его до истерики. А потом задушу шнурками. У нас просто только белого цвета нижнее белье положено, без исключения. «Так вы что, боитесь, что я в своих сенях трусов цветочек подорву отсюда, что ли? Или, чтобы ваш магазин поддержать, мне всю хрень оттуда покупать придется?» «Не-не-не, я все выдам на первое время. Вода в прачечной у нас очень горячая, шматье линяет и красит тюремные униформы». «Кстати, без обид, я тебе оранжевую форму даю, ладно?» «В смысле?» «Ну, общий режим у нас зеленый, усиленный – оранж, а строгач – черный». «Пробудешь без запала в девяносто дней, напишешь заяву, поменяют на зеленый». «Хотя это все кофиг, вас айсов все равно в одном бараке держат с копом». «Девяносто дней? Ты шутишь?» «Для айсов минимум, но я не судья, ты на меня не ссылайся. А судей всего два, на три штата. Сам считай. Кисло. Ничего, пообвыкнешь, у нас библиотека, спортзал. Я думал, он добавит бассейн, дискотека по субботам. Но рис вдруг вышел из-за прилавка и окинул меня оценивающим взглядом. «А на баскетболиста ты совсем не тянешь». Рис протянул два комплекта полосатых одежек, и я дал себе слово спиздить хотя бы штаны, как соскочу. Кивнул на дверь в белой шлакоблочной стене. «Там переодевайся, трусы вольные сдай, шмонать не буду, верю». Я вошел в странное помещение, среднее между душевой для инвалидов и туалетом, и тихо сказал «зыря веришь, служи вы». И не стал сдавать мои родные, близкие телу, трусы и носки, которые надел только сегодня утром, не подозревая, что скоро примут. В конце концов, что враги сделают, если спалят? Депортируют быстрее, в тюрьму посадят. Свободным становишься, когда неху терять. Человек, которому нечего терять, гораздо опаснее для общества, чем человек, у которого есть семья, ипотека. Неужели они не понимают, что оставшись без детей, жены, дома и небольшой кучки пожитков, я озверею? Не понимают, что учитывая мое крайне несимпатичное отношение к разным географическим опухолям, визам и паспортам, я могу броситься в рукопашную на дружелюбного Риза, только чтобы слопотать пару лет от срочки в американской тюрьме. Все ближе к дому. Придержу-ка эту опцию на крайний случай. Сдал Ризу вольные шмотки в мешке с уже напечатанной моей фамилией и фоткой. На фотке я выглядел печально, как белорусский крестьянин, на глазах у которого враги насилуют и убивают родную кормилицу корову. Прямо по коридору, потом направо, потом снова направо. Отсек J-100. Прям так без конвоя идти? Прям так и иди. Постой, постой, я тебе телефон-карту на бесплатный звонок не дал. Он снова выступил из-за прилавка и тиснул мне бумажонок в руку. Там три карточки вместо положенной одной, шепнул Риз и еще громче добавил. Спасибо, что удосужились выучить английский задержанный. Чуряшка была навехонька, начало века, совсем не катагомбы Шоушенка. Новенькая, напичканная электроникой мышеловка. Электрозамки, датчики движения, камеры ночного видения, интеркомы в стенах и потолках. Вместо тары оглоебов, как в окружной тюрьме, тут вас охраняет всего пяток шерифов из стеклянной башни типа авиадиспетчерской. Федерал стендард. Потом, когда я подошел к двери J-100, она сразу приветливо отъехала в сторону, как в питерском метро. Я шагнул в барак, и она мягко покатила обратно, отрезая от меня весь остальной мир. Все на секунду отлипли от большого плоского телека и глянули на меня. Я ответил злобным волчьим взглядом. Да идите вы нахуй со своим тюремным этикетом. В толпе быстро выделился отечественников. О них мне говорил Рис, когда предлагал выбрать шконку. Рядом с русским или рядом с украинцем. Я выбрал русского. Объяснять, что псковский спецназ и донецкие шахтеры действуют вне зависимости от моего благословения, сегодня не было сил. Еще утром я пил на кухне кофе, а вчера еще гулял с дочкой. Мне надо пару дней, хотя бы пару дней перестроить организм на отсидку. Взгляды русского и украинца определил сразу. Тот, кто бывал за границей, хорошо знает, что взгляд у наших особый, лучистый. Как радиация всеми по-латински. Подошел к моему шконарю, JB4, и начал натягивать синюю джинсовую простыню-мешок на тонкое подобие матраса. Ко мне подошел мужичок, лет 60, с зеленым браслетом. Мой браслет был малиновым, и я не без интереса отметил, что цветовая дифференциация коснулась не только штанов. В одного простыню натягивать крайне сложно. И я поблагодарил старча за помощь. Вы кто? Я? Я, Рэнди. Американцы что, тут тоже сидят? Или вы канадец? В пизду, к канаду. Ко мне подошли знакомицы-живчики. Такие есть в каждом бараке и камере. Им скучно видишь-то. Индус Самра, Турок Архан, Иранец Мо, Украинец Андрей, еще кто-то. Я старался запомнить их имена, но когда потянулась череда мексов, которых в миграционной тюрьме никто никогда не считал, я плюнул и стал молить Бога о скорейшем отбое. Денек выдался длинный и тухлый. Подошел Иса и сунул мне под нос свой малиновый браслет. В полосатом костюмчике он походил на арестованного морпехами Хоши Мина. Иса требовал, чтобы я растолковал ему значение всех цифр и штрих-кодов, присвоенных ему местной тюрягой, айсом и прочими гестапами. Я автоматически отметил, что за последние пару часов английский Исы неожиданно улучшился. Тюрьма явно ему шла на пользу. Я принялся разжевывать ему значение оцифровок, присвоенных ему федеральным молухом. И вдруг заржал, совершенно неожиданно для самого себя. Иса, удивленный на меня, уставился. Я хотел был ему объяснить, но в ту же секунду понял, какое это будет неблагодарное занятие. Я подозвал Рэнди и сунул браслет Исы ему под нос. Скоро Рэнди тоже булькал от смеха. Кто? Это Чарли! Я обратил внимание, что он называет Бирманца Чарли, как во времена Вьетнамской войны. Ага, ага, этот Чарли, этот гребаный вьетконковский гук. Белый, белый, ха-ха-ха, это с его мурлом-то белый. Истинный ориц, добавил я. Шаловливый рис причистрил и сук племени неукротимых белых людей. Сам Иса смотрел на нас с горькой обидой, и я пытался перестать смеяться, и все время повторял. Ну не злись, не злись, Иса, это мы не над тобой, это мы над ними ржем. Вскоре после этого пригнали Раджу и Бонасье, уже в полосочку. Пересчитал барак, 57 голов. Менты вырубили свет и по громкой связи пожелали спокойной ночи. Значит, камеры у них точно ночного видения. Через ряд от меня молилось несколько мусульман. Справа кто-то вслух мечтал, что классно было бы, если бы по вписке в тюрьму всем давали сонную пилюлю, и ты бы спал весь срок, а будили минут за 10 до освобождения. Молча согласился с невидимым оратором. И вправду классно. После этого я сразу уснул. Свет впиздячили в 5.30, да такой яркий, что не помогла даже намотанная на башку оранжевая распашонка. «Эх, вида и ноль норте!» посетовал кто-то по-испански, типа «И какого хуя я поперся на этот север?» Шесть утра, в барак, в фурии ворвалась молоденькая, довольно миловидная кобылка в черной гестаповской форме с нашивкой «Макена» на вполне оформившейся сиське. «Хэдкаунт, джентльмен!» возопила Макена с нотками истерики, выдающей неуверенность в себе. «А вдруг не послушаются, и что тогда?» «Хэдкаунт, стендинг, фулл униформ!» Было что-то мало поддающееся быстрому анализу в том, что мной командовала молодая девчонка лет на 20, меня младше. Безусловно, присутствовал элемент сада Маза. Все, что нужно было, это натянуть на нее высокие ботфорты и выдать ковбойский кнут. Доминейтрикс Макена. Между тем, Доминейтрикс начала перекличку, то и дело спотыкаясь на сложных фамилиях нелегальных пришельцев. Все поражаюсь, как легко американцы выговорят «оксикантин» лекарство на опиумной основе. «Но делают по восемь ошибок в моей не особо сложной фамилии. Мне кажется, им просто лень напрячься и прочесть. Они выше подобных мелочей». «Благодарю за сотрудничество, джентльмены!» Макена отчалила сопровождаемая прощупывающими задницу взглядами. «Эх ты, виден эль норте!» произнес я, кутаясь в одеяло с головой. «До завтрака, если они здесь ждут распорядок, еще полчаса. Можно попробовать уснуть». Ну, благословляю вас, отвечаю на часто задаваемые вопросы. «Что ты делаешь, Винсент? Ты с ума сошел? Где текст? Ты что творишь? Ты же потеряешь всю аудиторию. Что за клоунада? Что за комиксы ты тут нам показываешь?» Хочу вам напомнить момент из любимого моего фильма Чарли Кауфмана, сценариста. Называется «Быть Джоном Малковичем». Там кукловод, бедный, несчастный, всеми забытый, забирается в тело известного артиста Джона Малковича и идет к своему агенту и говорит, «Я больше в кино сниматься не буду. Я тебе кукловод». Субтитры сделал DimaTorzok